МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Результаты рейтинга значимы для нас, поскольку они представляют собой оценку достижений учащихся, возможности получения ими качественного образования и развития их способностей. Поэтому я искренне благодарен и признателен всем руководителям и педагогам общевразовательных организаций Чувашки Республики. Благодаря вашему труду и профессионализму, наши школы стали одними из лучших в Российской Федерации. Лучшими из лучших в этом году стали три гимназии, шесть лицеев и семь школ. Причем многие в престижный список попадают уже не в первый раз. Аурмарская средняя школа оказалась одновременно в двух рейтингах. Это работа большого дружного коллектива. Без труда нашего коллектива этой победы не было. Трем чебоксарским школам в этом году удалось попасть и в рейтинг, составители которого учитывают только результаты школьников на Олимпиадах. Ученики лицея номер три каждый год завоевывают десятки медалей всероссийского уровня. Учителя говорят, весь секрет успеха кроется в особом подходе к работе с ребятами. Так ребята получают маршрутные листы, и на каждом из них даются задания трех уровней. Эти уровни мы назвали так – маршрут ученика, маршрут специалиста и маршрут мастера. Тем самым для ребят становится важным не получение самой оценки, а важно становится то, на каком уровне сам ученик обучается. Кадры решают все. Участники встречи отмечают, попадет ли школа в рейтинг, зависит только от коллектива. Как подчеркивают эксперты, современная материально-техническая база сама по себе без креативных, высокопрофессиональных педагогов не приносит результаты. Для успеха нужны образцы, то есть локомотивы, присутствующие здесь представители 16 школ, являются такими. Школы, которым удалось войти в топовые списки, могут стать базовой площадкой для других образовательных организаций. Те, кто получил кредит доверия, предлагают освободить от лишних проверок. На уровне федерации решается этот вопрос – дать доверие школе для того, чтобы она в этот момент, в освобождении проверок, как раз и занималась вот этим локомотивом по отношению к слабым школам. Почему? Потому что сегодня все топовые школы, какую имеют нагрузку? Все наши учителя являются экспертами государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена. Они являются стажировочными площадками при институте повышения квалификации. Учитель топовой школы, он находится в ситуации нагрузки академического результата, удержания уклада, принятия стажировочной площадки. В топы лучших отмечают преподаватели, могут пробиться и малокомплектные школы. Правда, пока в рейтинг лучших они попадают нечасто. Пути решения проблемы есть все-таки. Конечно, все зависит от учителя, кадры решают все. Многое зависит от директора. Глава республики отметил, что в год человека труда для встреч будет немало поводов. Лучших педагогов Михаил Игнатьев поручил представить к наградам. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Объединение Минюсты и Госкоммущества Республики. Вопрос решенный. Михаил Игнатьев подписал указ об упразднении Госкомитета Чувашии по имущественным и земельным отношениям. Функции Госкоммущества передаются Министерству юстиции. Это поможет наладить правоприменительную практику в вопросах земельного и имущественного права и систематизировать формирование доходной части бюджета в части неналоговых доходов. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Кабинета Министров Иван Маторин обсудили вопросы, связанные с реорганизацией ведомств. Михаил Игнатьев отметил, что вопросы пополнения доходной части бюджетов, сбора неналоговых доходов за аренду имущества и земли очень часто звучали на совещаниях по итогам социально-экономического развития муниципалитетов. В этой области немало проблем, которые ждут скорейшего решения. Главные источники пополнения бюджетов разного уровня не всегда используются эффективно. А ведь там скрыты немалые ресурсы. В республике значительно возросло количество судебных дел по земельным и имущественным вопросам и других юридических споров. Что преследуется главной целью данного объединения, это усиление юридического сопровождения в вопросах земельного и имущественного права, также формирование доходной части бюджета, части неналоговых доходов и, соответственно, усилить координацию работы в данном направлении с муниципальными службами. Объединение ведомств поможет выстроить общую правоприменительную практику и позволит в оперативном порядке решать самые актуальные вопросы. Существенным фактом будет являться это возложение по функционалу полномочий на вновь сформированные, так скажем, Министерство юстиции и имущественных отношений полномочия по защите интересов правительства Чувашской республики и по защите муниципальных образований. В результате слияния министерств будет сокращена численность госслужащих центрального аппарата Минюста и госком имущества и сокращены расходы на их содержание более чем на 10%. Сегодня же исполняющий обязанности министра юстиции и имущественных отношений глава Чуваши Михаил Игнатьев назначил Наталью Тимофееву, ранее возглавлявшую госком имущество Чуваши. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Сегодня Государственная Дума рассмотрела порядка 35 законопроектов, в том числе о единовременной выплате пенсионерам. Депутаты российского парламента приняли его в первом чтении. Вопрос установления конституционной выплаты пенсионеров в размере 5000 рублей, которую они получат в январе 2017 года, является самым важным и требующим первоочередного принятия. Именно поэтому Единая Россия была вынуждена настоять на том, чтобы этот законопроект был нами рассмотрен в Государственной Думе именно в приоритетном порядке. И, конечно, такие выплаты рассчитаны на получение 43 миллионами российских пенсионеров. И, конечно, получат все пенсионеры, и работающие, и военные, и те, кто получают социальные пенсии. Фактически эта компенсация должна сыграть роль для индексации пенсии. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями. Причем многие из них не подозревают об этом. Всемирный день психического здоровья, который отмечается сегодня, это возможность поговорить о том, насколько здорово наше общество и какие методы профилактики существуют сегодня. На этот раз в столице республики целый день работал психологический десант. Высадился он около главного корпуса Чувашского государственного университета. Так что вполне естественно, что свое душевное здоровье проверяли в первую очередь студенты. Стрессов у них хватает, да и мимо проходящие жители были не прочь узнать, насколько их организм справляется с проблемами в личной жизни, неурядицами на работе, да и просто с осенней хандрой. У стресса есть две стороны. Одна положительная, другая отрицательная. Положительная сторона мобилизует сам организм, заставляет находить новые пути разрешения кризисной ситуации. И вторая сторона стрессового состояния – дестабилизирующее психическое состояние. Цель этой акции – научить горожан, жителей Чувашской республики, применять адаптивный механизм совладания со стрессом. Чтобы не усугубить последствия стрессов и не уйти в депрессию, специалисты советуют не замыкаться в себе, больше общаться с окружающими, не зацикливаться на проблемах. Важно найти способ расслабления и умственного отдыха. У каждого свой секрет хорошего настроения. Каждый вечер я обнимаю, она как бы успокаивает, она специально антистрессовая и очень помогает. Ее приятно жамкать. Мягкая, воздушная. При желании любой мог получить анонимную консультацию опытного психолога или пройти тест Люшера, который безошибочно определяет психическое состояние. Принцип его прост. Из множества разноцветных карточек надо последовательно выбрать наиболее привлекательные. С помощью цветовой диагностики специалисты получают глубокий анализ личности. Я считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия, потому что в таких местах ты узнаешь больше о себе, понимаешь себя, свою психологию. Так что храните душевное равновесие. Это не только здоровье, это еще и путь к формированию полноценной личности. Татьяна Филатова, Татьяна Рьевская, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня же международный неофициальный день улыбок. В этот день в 1963 году художник Харви Белл предложил для одной из страховых компаний запоминающийся логотип. Это смайл, который сейчас знает любой пользователь интернета. Обычная улыбка может поднять настроение. До конца дня еще есть время, и вы можете просто улыбнуться своим близким. «Чуваший народ в тени истории» – так называется новая книга Андреаса Капеллера. Профессор Венского университета представил ее в Чубаксарах. Андреас Капеллер не раз бывал в Чувашии и вместе с своими коллегами-языковедами, этнографами путешествовал по районам нашей республики. Именно тогда он дал слово написать книгу об их предках и сдержал его. От задумки до воплощения прошло пять лет. Эта книга нужна для того, чтобы в мире больше знали о вашем маленьком регионе. Так объясняет название автор. Книга не для Чуваший, а о Чувашах. Она адресована прежде всего зарубежному читателю. История культуры нашего народа, яркие достижения и известные имена. В книге профессора Венского университета по сути жизнь и судьба Чувашского народа, представляющего часть многонациональной России. Люди у нас знают только Россию, русских, это все. Значит, в этом смысле Чуваши в тени, можно сказать, России, в тени русских. И другой вопрос, это что Чуваши, как крестьянский народ, но были не видно так в рассказах большой истории. Значит, там русские политики, цари, дипломаты и все. Но Чувашей нету до XIX века. Ну, были неграмотные, нет источников, где они выступают как актеры. И из-за этого, это второй вопрос, они в каком-то смысле в тени. Цель этой книги это вывести Чувашей из этой тени, чтобы они стали видны на ментальной карте Европы. И что они, я хочу показать, как они начали, ну, говорить с ними. Потому что до XIX века только нет источников, где Чуваши самые, ну, говорят с ними. Кстати, сейчас книга выпущена на немецком языке. И теперь перед гуманитарным сообществом республики стоит задача перевести ее на русский и чувашский языки. Конечно, в современном мире читают не все, и не стоит ждать чуда. Но чем больше будет таких книг, тем больше у народа шансов выйти из тени. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Статистика ДТП. Чаще всего пешеходов сбивают в темное время суток. А впереди месяцы, когда темнеть будет рано, а светать поздно. Значит, пора позаботиться о том, чтобы автомобилисты вас видели. Стать заметнее на дорогах предложили пешеходам у мегамола в Чебоксарах. Ольга Пырочкина воспользовалась возможностью. Сейчас расскажет подробнее. Серые улицы пешеходы. В основном в темной одежде часто дождь. Осень, как и зима, не лучшие времена года с точки зрения безопасности на дорогах. Между тем, есть простой способ стать заметнее. Вот такие отражатели бесплатно оклеили на одежду и сумки у здания мегамола всем желающим. Согласно ПДД, сейчас их обязаны носить пешеходы, которые перемещаются по проезжей части вне населенных пунктов. Однако в каждом городе есть темные улицы, на которых тоже небезопасно. Боже мой! С начала года на дорогах республики в ДТП погибли 46 пешеходов. Из них 36 погибли в темное время суток. Светоотражающие элементы, конечно, позволяют водителю еще издалека заметить на дороге темный силуэт пешехода. Как правило, за 150 метров уже виден такой яркий значок. Светоотражатели люди брали охотно. Так что спустя 20 минут после начала акции они не закончились. Лучше всего светоотражающие элементы видны, конечно, на одежде. Но для многих взрослых людей это не вариант. Вот я, например, не знаю, как прикрепить их на пальто, чтобы было красиво. Мы проведем эксперимент. Я наклеила светоотражатель на свой рюкзак. И посмотрим, увидит ли его наш водитель. Да, со светоотражателем пешеходным очень хорошо видно. То есть даже если вы наклеите светоотражатель на свою сумку, рюкзак или повесьте в качестве брелка, вы уже станете намного заметнее на дороге ночью. Такие акции в ГИБДД обещали проводить регулярно, а купить их можно в любых канцтоварах. Цена от 15 рублей. Для тех, кто все еще сомневается, даже если вы переходите дорогу только по пешеходным переходам и только на зеленый свет, на дорогах всегда есть те, кому правила не писаны. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. 200 тысяч рублей штрафа, конфискация компьютерного оборудования и лишение права заниматься профессиональной деятельностью. Такой приговор вынес Верховный суд Чувашии бывшему системному администратору одного из предприятий республики. Молодой человек летом 2015 года, используя свое служебное положение, неправомерно получил доступ к телекоммуникационной сети одного из электротехнических предприятий республики. Как было установлено следователями УФСБ России по Чувашии, в результате незаконного проникновения произошла блокировка компьютерной информации как самой компании, так и ряда других, связанных с оборонно-промышленным комплексом. В результате преступных действий осужденного была парализована вся компьютерная сеть предприятий. Причем, как установили сотрудники УФСБ, незаконный вход в систему молодой человек сделал с точки доступа в сеть интернет, принадлежащий его родственникам. Приговор, вынесенный 8 августа Ленинским районным судом, прокуратура обжаловала, посчитав его мягким. В итоге Верховный суд принял представление надзорного ведомства, лишив молодого человека права заниматься профессиональной деятельностью на 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу. 35 лет не повод подводить итоги, но иногда так случается, особенно в балетном мире. В театре оперы и балета состоялся творческий вечер народного артиста Чуваши Айдара Хисамудинова. Вместе с коллегами известный танцовщик прошелся по острым иглам яркого огня. Именно так он назвал свое представление. В жизни Айдар Хисамудинов на сцене, которая дал 15 лет, принца с щелкунчукой, золушки, Ивана из конька-горбунка и даже злая фея из спящей красавицы. Для вечера артист выбрал лучшие фрагменты балетов и своих постановок. По острым иглам яркого огня назвал артист свой заключительный творческий вечер. Если помните, это строчка из песни Орликина. Как связана его карьера с этим персонажем зрители, как и наши телезрители, узнают только в конце представления. Полную версию вечера можно будет посмотреть и на нашем канале. О точной дате и времени мы сообщим дополнительно. Сразу после нашего выпуска вы сможете узнать, какие инновации в своей работе применяют чебоксарские стоматологи. Современные методы лечения зубов в нашей съемочной группе показали в недавно открытой поликлинике. Наши новости и программы вы сможете смотреть также на нашем сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Хороших вам выходных. Стоматологической поликлиники в этом микрорайоне не было никогда. Лечить зубы его жителям приходилось в других больницах. Теперь медики будут работать в шаговой доступности. Новую поликлинику начали строить летом. Работы завершили в рекордные сроки. Мы все жители микрорайона очень рады открытию новой поликлиники стоматологической. Рады, что не выезжая из района, можем получить квалифицированную медицинскую стоматологическую помощь. Здесь так красиво, уютно, современно. Новые оборудования. Нам очень здесь понравилось. Этот филиал городской стоматологической поликлиники десятый по счету. Его врачи будут оказывать пациентам весь спектр услуг. Лечение корневых каналов, дентальная имплантация зубов, хирургическая помощь, компьютерная рентгенодиагностика. Стоматологи используют в своей работе современные установки и инновационные методы. Все услуги, которые начиная от профилактики до логического завершения зубного ряда, здесь представлены. И работают и по программе госгарантии, по оказанию бесплатной стоматологической помощи, и по хозрасчету. И хирургическая служба также здесь присутствует. Хорошо представлена диагностическая служба, ортопедия. В новой поликлинике оборудовали сразу два детских кабинета. Для маленьких пациентов создали яркий интерьер, по телевизору им показывают мультфильмы. В такой обстановке, говорят медики, боятся стоматологов. Ребята не будут. Чтобы подойти, найти подход каждому пациенту, нужно с ним сначала побеседовать, узнать, где он учится, какие у него есть друзья, увлечения. После лета самые популярные вопросы, которые нравятся детям, были ли вы в деревне. И то есть дети с оживлением рассказывают, мы втираемся в доверие к ним, и уже лечение происходит более спокойно, и ребенок сидит адекватно и наслушается. В поликлинику смогут обратиться и люди, которым сложно передвигаться самим. К врачам их довезут на машине. Забирают, привозим сюда, оказываем помощь, отвозим домой. Может инвалид приехать на машине, вы видели на улице кнопку вызова администратора, администратор выходит с нашей колецкой, заводится, оказывается помощь, потом провожаем. За смену новая поликлиника будет обслуживать более 100 человек. Записаться на прием к врачу возможно по телефону 23-43-08. Субтитры создавал DimaTorzok